Нонна Ребельская играет на фортепиано с шести лет. Сейчас ей 14. В конкурсе Балакирева она участвует впервые. Выбрала номинацию «Юный концертмейстер». Её поддерживает подруга Карина Кузнецова, участница федерального вокального проекта. Перед выступлением Нонна волнуется, ведь хочется занять призовое место. Я буду играть Григо Сон. Это произведение выбирал мой педагог, Ильича Наталья Евгеньевна. Я хочу выступать на этом конкурсе, передать эту всю музыку, чтобы они наслаждались. И я тоже. Конкурс проходит один раз в три года. В этом году за победу бороться будут более ста юных исполнителей из разных городов России. В том числе из Москвы, Нижнего Новгорода, Сарова и других городов. За время существования конкурса в нём приняли участие около тысячи музыкантов. Сегодня после открытия соревнуются юные концертмейстеры. Это самая сложная номинация, в которой нужно не только самому ребёнку исполнить свою программу, но уметь и слушать, работать в ансамбле. И самое интересное, потому что ребёнок должен работать в ансамбле и с вокалистом, и с инструменталистом, и с юными исполнителями, со своими преподавателями. Самая сложная номинация. Поэтому в ней участвуют дети с девяти лет. Жюри сегодня оценивает артистизм концертмейстеров, их технику, умение работать с солистом. На церемонии открытия первые аккорды даёт президент Балакиревского общества. Председатель жюри Валерий Колесников. Русская музыка 20 века – это нечто невероятно колоссальное просто. Она влечёт за собой всю мировую музыку. Что там дальше будет, ну это трудно предсказать. Вот искренность, красота мелодии, она всё-таки возвращается постепенно. Открытый российский конкурс имени Балакирева проходит четыре дня. После концертмейстеров будут выступать вокалисты и пианисты. Дарья Кульбакина, Алексей Завылов. Время новостей.